МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате случившегося организовал и региональный следственный комитет. По итогам будет принято процессуальное решение. Ежедневно в дежурные части отделов полиции Тверской области поступают до двух десятков сообщений о дистанционных мошенничествах. Несмотря на постоянное предупреждение полицейских, почти ежедневно горожане становятся жертвами телефонных аферистов. Полиция Верхнего Ужья призывает жителей региона дать отбой мошенникам. Мы предлагаем прослушать реальный диалог злоумышленницы и потенциальной жертвы. Запомнить детали этой беседы. Вы узнаете, как действуют преступники и что говорят своим собеседникам. Здравствуйте, с вами касательно вашей заявки на смену основного номера телефона. Скажите, по какой причине решили изменить номер? А я не изменял номер, я не знаю, про что вы говорите. Ваш номер телефона с окончанием... ...был изменен на номер с окончанием 8806. Данная заявка была поддана вами? Нет. Номер с окончанием 8806 вам знаком? Нет, не знаком. В таком случае данные действия я вынуждена расценивать как мошеннические. На данный момент я восстанавливаю ваш номер телефона, как и зелеконтактный. В течение одной минуты вам поступит смс от банка, содержимое которого вы мне не оглашаете. Дело в том, что было зафиксировано два подключения к вашему личному кабинету с разных мобильных устройств. Одно на базе Android, второе на базе iOS. Вам необходимо отключить постороннее устройство от вашего личного кабинета и установить двухфакторную защиту. То есть закрепить вашу частную запись за вашим мобильным устройством. Для этого вам необходимо пройти процесс идентификации как клиента нашего банка. Процесс идентификации – это подождение того, что вы являетесь клиентом нашего банка. В данный процесс мы с вами можем пройти либо по номеру договора, либо по номеру карты. Скажите, как вам сейчас это удобнее сделать, что имеете при себе, что тебе предоставить? Будет это происходить в личный кабинет, я подскажу, где посмотреть номер карты. В личный кабинет зайти нужно? Да. Зашли на главу МКНИ, что в это отображается? Есть карты и счета? Ну, конечно, есть. Нажимайте. Массер счет в рублях. Отображается у вас? Да, 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 да. Что у вас отображается? Ну, сумма денег моя. Нажимаете на карту. Не на Массер счет в рублях, а на вашу активную карту. Так, нажал. И в самом низу у вас должно отображаться. Перевести, пополнить все инфо. Есть такая информация? Да, есть. Информацию о карте нажимаете. Показать номер карты есть? Показать номер карты. Есть, да. Отлично. Я готова фиксировать только публичную информацию. 16 номер, цифер карты. Извините, но номер карты указан неверно. Для чего вы вводите заплуждение сотрудника банка? Вы сейчас разговариваете с сотрудником банка, перепроверяете СМС, которое ранее было вам направлено. Оно направлено вам с официального номера банка, поэтому должно отображаться у вас в том же самом диалоговом аппеке, куда ранее поступали СМС от банка. Когда мошенники звонят клиентам нашего банка, сообщение, которое направляют о них, отображается в новом диалоговом аппеке. Будьте добры, проверьте данную информацию. Вы видите, что вы сейчас разговариваете с сотрудником банка. Я готова фиксировать правильный номер карты. Ну зачем вы занимаетесь такими делами? Путь осторожен. С тобой общается аферист, а не сотрудник банка. Сотрудник банка не станет запрашивать по телефону конфиденциальную информацию. Никогда и никому не называйте реквизиты своей банковской карты. Защитный код с ее обратной стороны и поступающий на телефон пароли. Перезвони сам на горячую линию банка и убедись, что твои средства в безопасности.